Божий мир и любовь вам, люди! Сегодня я хочу записать скринкаст на статью, которую я написала 15 октября 2022 года. Я ее озаглавила, ибо где будет труп, там соберутся орлы. Сейчас многих людей эти темы волнуют, и это правильно, люди должны понимать, что происходит. Высказывают самые разные версии, но я хочу дополнить список этих версий еще и своей точкой зрения. Итак, что такое орел? Орел – это мощный символ в Библии, олицетворяющий силу, защиту и суверенитет Бога. Также с орлом сравнивается Иисус Христос. Тоже олицетворение Иисуса Христа. Поэтому религиозных деятелей из руководства религий можно смело причислить к орлам своих религий. Посмотрите, сколько таких орлов слетелось на седьмой съезд экуменизма. Что такое экуменизм? Это собрание всех религий под каким-то одним лозунгом. Во имя добра, во имя там еще чего-то. Ну, самое главное – объявить во что. А так получается просто Вавилон. Вавилон получается – смешение всех религий. Вот это вот оно и есть экуменизм. И поэтому получается вот примерно так. «Коль когаток увяз, то птички всей пропасть. Зов сатаны из адольстив и страшен. И чтоб в его остальные сети не попасть, Ищите рай лишь только в стойкой вере вашей». Я постараюсь изложить коротко. Мудрому вникать в материалы внимательно, А глупому закрыть страницу и уйти. Ну, правда, мне совсем не хочется каких-то там споров религиозных, Комментариев каких-то, ну, бессмысленных. Поэтому первое, что мы сейчас имеем, Мы имеем кульминацию духовной войны, Мимо которой не пройдет и не спрячется никто. Все, мы подошли к концу времен. Все, время закончилось. Дальше. 2003 года, после первого съезда лидеров мировых религий, Сатана затеял объединение всех религий В оккуменическом движении, предназначенном им Для создания своей единой мировой церкви И единого мирового правительства. Мы с вами уже столько наслышаны про единое мировое правительство. Столько людей об этом рассказывали. Но что касается единой мировой церкви, Из поля зрения людей оно как-то ускользает. Люди не видят в своем быту, Они не видят религий, Они вообще не видят смысла, Какого бы то ни было в религиях. А ведь все завязано именно на религии. И это все настолько глубоко, И это все настолько тайно, Что когда человек узнает, Из-за чего все это происходило, Из-за чего, Он решит, что такого просто не могло быть. Это такой пустяк. Такого просто не могло быть. А однако же льется кровь, И погибают люди. Так вот, после этого съезда В сознании людей, Лжепастыри и лжесвященники Стали ломать веру и устои их вероучений. И собственного опыта. Я в то время была членом АСД, И была активным служителем Богу. Я помню, как пастор сообщил в 2003 году о том, Что церковь была зарегистрирована По требованиям властей, Как религиозная организация. Меня уже тогда это царапнуло по сердцу. И в 2004 году я уже хотела выйти из этой организации. Хотя и до этого я также хотела выйти в 2002 году, Потом в 2008, И потом в 2012 году я наконец-то Эту организацию покинула. И ни разу об этом не пожалела. А сейчас я славлю Бога за то, Что он меня оттуда вывел. Тогда в 2003 году меня царапнуло. А сейчас я понимаю, Что этой регистрации Церковные власти прописали меня в аду. Официально и за моей подписью, Раз я была в церковном списке. Вы понимаете, Те, кто сейчас официально где-то состоят В каких-то религиях, Они прописаны все. Те, кто состоят в каких-то списках, Они там прописаны все. Поэтому Бог со скорбью говорит своему народу, Выйди от нее, народ мой, Чтобы не участвовать тебе в делах И не подвернуться язвам ее. А народ упорно держится за свою прописку И говорит, Не выйду. Ну, значит, туда и дорога. Экуминизм продвигался незаметно, Как запах приятных духов. И поэтому многие неокрепшие И не утвержденные в Боге души С радостью воспринимали эти Приятные нововведения Ради мира и добра. Я тоже не сразу это распознала. Но в 2006 году для меня, Как взрыв, прозвучала книга Гарри Каха Глобализация на пути К всемирному завоеванию. Сейчас она есть в открытом доступе Для чтения в интернете. Читайте. Но это тогда приезжали Два брата, И они провели семинар По этой книге, Которая действительно Это лопнул какой-то пузырь В мозгу, понимаете. Зашевелилось все сознание. И я искала потом эту книгу. Я у них узнала, откуда информация. Но они сказали, что информация Вот по этой вот книге Глобализация на пути К всемирному завоеванию. И я после этого два года Еще искала для того, чтобы купить И не могла купить И кого только не просила Нет, у нас в России этого нет А потом В 2008 году Сын мне выписал Из Украины Он выписал мне три книги Дальше. В 2012 году я вышла Из этой теперь уже Религиозной организации. Надо сказать, что это было непросто. Все мои доводы Относительно предательства И боготступничества В церкви не услышал никто. Меня объявили еретичкой И отвернулись. Для общения остались Два треть человека. Так и сострадание. На сегодняшний день Не осталось никого. О чем я совершенно не сожалею. Общение с религиозными Тянет назад и вниз. Не хочу. Мне бы со своими грехами разобраться. Они вникать чужие. В 2018 году Я записала ролик С обличениями Адвентийскому пастырю. Хороший был пастырь, Но и его ломала Через колено Эта сатанинская система. Послушайте внимательно На моем канале В ютубе И вы увидите Как глубоко маскируется Сатанинская ложь. Этот ролик Я была вынуждена Удалить. Чуть попозже Я объясню почему. От горя И були душевной Я полгода Не могла спать ночами Из-за осознания Духовной слепоты Дорогих мне людей. И это вылилось Вот в этот стих. Много печали На сердце моем Скорби наполнены дни. Крылья надежды Объяты огнем. Вновь ли поднимут они? Кажется, лучше б не видеть, Не знать, Как ложь коварна, Гнусна, Что даже церковь, Любимая мать, Вовсе Христу Не жена. Божий кораблик Плывет по волнам, Только не знает народ, То, что Христа Нет давно уже там. Он уже изгнан На плод. Десять столбов Этот маленький плод, Свитый вервями любви. Только вот кто Этот плотик найдет Средь океана крови? И знал владелец, И кузь изменен, И под компасом магнит. В сладкую негу Народ погружен так, Даже вахтенный спит. Голос не слышен, Ревет океан, Баснями занят народ, И лишь Христос На плоту капитан Истинным курсом идет. Мне б, как ионя, Шагнуть с корабля, Что в экумены плывет. В дом мой родной, Где родная земля Только Христос приведет. Все эти мои переживания Происходили в 2011 году, И потом я все это время Я только с печалью И болью Наблюдала, Как разлагает этот экуменизм, Как он разлагает Человеческие души, Как он разлагает веру, Как он ее ломает. А недавно ко мне приходила Одна из бывших сестер, Которая виделась с женой Того пастыря, Которому я записывала Обличающий ролик. Она принесла мне аудиозапись С гневными высказываниями Этой жены в мой адрес. И от себя эта сестра добавила, Ты понимаешь, Что они могут подать на тебя в суд? Я работаю у судей, И я знаю, что говорю. Шесть лет прошло С момента публикации. Время у них было. Но судя по их действиям и высказываниям, Я пришла к выводу, Что они так и не поняли, Что это я подала исковое заявление В небесный суд Тем роликом. Но чтобы не дразнить гусей, Я этот ролик удалила. И я прекрасно знаю, Что из небесного суда Его не удалил никто. Исковое заявление Подано. Не захотели мне отвечать, Значит придется отвечать Богу. И уж точно там Не спрячешься за аудиозаписью. Это моя личная предыстория. Но что произошло со всеми? С 2003 года Нас упорно предавали Сатане наши пастыри. Вы слышите меня? Верующие, Верующие люди, Все абсолютно, Все абсолютно, Те, кто как-то В каких-то религиях, Кто предан ей, Кто считает, Что это самое-самое-самое-самое Правильное, Самое истинное. Вы преданы, Вы преданы. Итак, Давайте проследим. 27 апреля 2014 год. Ватикан. Сатана, Люцифер, Провозглашен Богом, Отцом Христа. Посмотрите, Какие орлы Проповедовали это. Кстати, Маленькая ремарочка. Люцифер, Да, Цифер. Вот сейчас у нас На слуху, Да, Цифры, Цифры, Цифры. Лю. Предлог Лю, Он, Ну, Его можно как Характеризовать, Как что-то Пере, Вот как у нас В русском языке, Да, Передумал, Переделал, То есть какие-то Изменения, Это предлог Лю. И дальше, Изменения цифр, Изменения цифр, Вот что произвел Сатана. Поэтому у него И имя такое, Что он Изменил цифры, И тем самым Он обманул людей. И ангелов, Третью часть ангелов. Ну, Давайте посмотрим. Здесь, Сейчас попробую. Люцифер, Объявили Бога. Как же такой Люцифер? Кто такой Люцифер? Слава. Его сияние, Его собственное творение, Люцифер. На кто такие Люцифер, Слава. И Его сияние, Его сияние, Его сияние, И все собрание сказал Анне. Люциферу отдана власть творить новые сатанинские смыслы по всей земле. Смыслы по уничтожению человечества. 2014 год. Прошло 10 лет. Что вы сейчас знаете? Что вы узнали за 10 лет? Вы видите эти смыслы, которые сейчас проявляются абсолютно во всем, во всех действиях властных структур, во всех их законах. Вы все это видите. А почему вы до сих пор не понимаете? Почему вы спите до сих пор? Вот уже тогда по всему миру из Ватикана поползли за сатанинские законы. Какие законы? Смотрите в ролике внизу. Это я описала в 2022 году. Но пришлось ролик тоже самое удалить. Хотя там, конечно, очень жестко. Дальше. Начало сатанинских провокаций в Украине. В дальнейшем перетекшие в войну нашего времени, которая представляет собой братоубийственную войну, как кровавое жертвоприношение во время восхождения сатаны на трон Вселенной под именем Люцифер. Изменивший цифру. Светоносный. Деница. Сын Зари. Красавчик. Очень гордый. И это только начало. Надеюсь, вы это понимаете. 1 июня 2016 год. Швейцария. И снова орлы слетели со всего света. Открытие Гатарского тоннеля. Торжественный выход сатаны к миру из преисподней. Трансляция на весь мир. Точно так же, как и из Ватикана. Все это транслировалось на весь мир. И в очень хорошем качестве. Посмотрите вот этот ролик. Посмотрите его глазами сегодняшнего дня. Как же нагло и цинично они демонстрировали нам свои победы и планы на будущее. Посмотрите на это лицо из преисподней. Вот оно. На 4207. Которое получает удовольствие от происходящего. Вот от кого исходят все религии. Богу религии не нужны. Ему нужна вера с человеческим лицом. Давайте глянем немножечко. Здесь тоже. Сцены. Тут где-то должна появиться момент, когда появляется Люцифер. Я наблюдал за этим. Почему они используют образ Люцифера? Почему Швейцария использует этот образ? Люцифер выходит из этого тоннеля, из этой игры? Вот это то, что мы имеем вот сейчас. Вот это вот псевдодуховность, да? Вы смотрите, что происходит с людьми. Люди беснуются. Люди беснуются сейчас. Это нам показали в 2014 году. То есть, это своего рода такой дьявольский мост. Так мы видим, как рабочие зомби теперь разделись до нижнего белья, танцуют. И они становятся более такими ритуальными танцами. Вот оно лицо это. Видите? Повернутое. Вот я вынула вот этот вот кадр, потом я его повернула. И мы с вами можем лицезреть вот эту прелесть. Которая наблюдает за нами. Вот это вот наблюдает за нами. И является автором всех религий. Дальше. 18 марта 2018 года. Сатанинские выборы президента Российской Федерации. Я была в избирательной комиссии. Что творили учителя? Вы слышите меня? Предатели рода человеческого. Вы слышите меня? Эти бабки сумасшедшие. Вы слышите меня? Что вы творили? Как вы после этого можете входить в классы? И что-то преподавать детям, которых вы вот так вот предавали и распинали? Дальше. 11 февраля 2019 года. В Ватикане был подписан договор братства создания единой мировой религии под названием Хрислам. Я дам ссылочку. Можно будет ознакомиться с этим договором. А папа римский Франциско рассказал, что документ с мусульманами готовился в секрете полгода. Это сообщила ТАСС. А вы что до сих пор знаете? В 2019 году был подписан договор братства под названием Хрислам. Дальше. С 28 по 30 сентября 2022 года. 7 форум лидеров мировых религий Экумена 2022. Сможете посмотреть. Катя замечательно освещает. А 1 января 2022 года было официально объявлено начало экспериментального правового режима в России. Слом всех правовых устоев с заменой их на сатанинские. И Россия это пилотный проект. А дальше по возрастающей по всему миру. И 2024 год. Снова орлы религий, объединяющихся в один большой труп веры человеческой. 40 тысяч орлов слетелось. 40 тысяч. И что дальше? Когда я в 2012 году выходила из религиозной организации, ко мне домой приезжали церковные власти. Пытались меня переубедить. Не договорились. Я им ответила, что Иисус Христос никогда не был ни толерантным, ни политкорректным. Иначе не было бы креста, с чем они и согласились. А потом я им сказала, что очень скоро придет время, когда вы, выходя на кафедру, будете класть рядом с Библией Коран. Пастор улыбнулся и спросил меня известно. И когда это будет? Я не ответила. Вот мне сейчас интересно, он уже выносил этот Коран или нет? И похоже, что его вообще уже нет среди пастырей. Но я так интересовалась. У вас есть еще желание кричать «Россия, вперед!» Вот в эту бесовщину вперед. И что теперь делать? Как спасаться? Как спасать своих детей? Вопрос. А для чего вам их спасать? Если вы живете без Христа, если вам это нравится, то вы уже продали их этому лицу. Теперь попробуйте их у него отнять. Вы своих детей уже прописали в аду. Понимаете? Ну и для тех, кто понял и хочет искать вместе ответы, я буду трудиться дальше. И жду ответной реакции от вас. Всем желаю духовного прозрения и возрастания и скорого спасения во Христе Иисусе с Богом. Вот еще хочу сказать, специально не стала убирать вот эти рекламы. Дорогие мои христиане, бездомные животные, их сейчас плодится очень и очень много. И есть люди, которые организовывают для них приюты. И я понимаю, насколько они сейчас бедствуют. Животных много, а содержать их очень трудно и очень дорого. Поэтому у меня к вам просьба. Им нужна помощь. Пожалуйста, помогайте. Помогайте приютам для бездомных животных. Помогайте бездомышам. Потому что в ближайшей перспективе мы все с вами скоро станем бездомышами. Вот так. Позаботьтесь сейчас о братьях наших меньших. Позаботьтесь о них. Если у вас перед вами стоит вопрос, куда одевать десятину свою, то вот и есть самое лучшее применение. Ну это на мой взгляд. Ну а там вы смотрите, думайте сами. Ну на этом все. Держитесь за Христа. С Богом, дорогие мои. За Христом.